Друзья, сегодня я хотел бы ответить на вопрос, который задают себе, наверное, все, кто интересуется Японией или начинает учить японский язык. Как японцы печатают свои иероглифы на компьютере, либо печатают их на телефоне? Ведь иероглифов столько много, а клавиш-то столько нет. Вот, вы посмотрите, это все, что у нас имеется. Как же это происходит? Вот мы берем и легко можем написать, например, слово nihongo, что переводится как японский язык. Давайте я подробнее объясню вам, как все это дело работает. Друзья, помните, я рассказывал вам о том, что хотел бы съездить в какое-нибудь необычное место Японии и заснять там целую серию роликов. И такое место я нашел. Есть остров под названием Цушима. Если вы слышали про такую игру, как Гоствов Цушима, то вот все события в ней разворачивались как раз на этом самом острове Цушима, который находится недалеко от Фукуоки. Там проживают где-то 34 тысячи человек. И вот мне интересно было бы съездить на этот остров, показать вам его, сделать целую серию роликов и сравнить историю острова, рассказать про современность и, конечно же, показать красивую природу. Если вы хотите поддержать этот проект и поучаствовать в его создании, то в описании под видео есть ссылочка. Зайдите, почитайте, там я все подробно расписал. Друзья, перед тем, как мы разберемся с вами, как же японцы записывают свои иероглифы на компьютере, вам необходимо узнать немного структуру японского языка, потому что без этого, возможно, не до конца будет понятно, что я пытаюсь объяснить. Во-первых, вам нужно запомнить, что в японском языке есть три вида письменности. Это иероглифы, это азбука катакана и азбука хирогана. Обе эти азбуки звучат совершенно одинаково, что одна, что вторая, но записываются по-разному, и у них различные назначения. Катакана больше используется для записи заимствованных слов. Например, ваше имя будет написано, скорее всего, по-японски катаканой. Какие-то, например, слова типа менеджмент и так далее. То, что берется из других языков. Хирогана же используется для связующих частиц и для записи, по сути, всех японских слов. Любой иероглиф можно записать азбукой. Почему? Потому что вы сначала, по сути, пишете азбуку, а потом трансформируете ее в иероглиф. Потому что иероглиф – это, по сути, картинка слова. У вас есть, например, иероглиф слова «дерево». Он даже внешне немного похож на дерево. Вот, смотрите, вот такой, да? Чем-то напоминает дерево. И читается как «ки». И вот, чтобы его написать и превратить в иероглиф, вам нужно написать слово «ки». Ну, как же это вообще делается в японском языке? Как записать так? Вся японская азбука слоговая. Всего 46 слогов, вроде немного. То есть, по сути, вот в русском языке 33 буквы, в английском – 26, а в японском – 46 слогов. Что значит слог? Это у вас идет согласное вместе с гласной. Прямо сочетание. Ну, здесь нету кучи вариаций, потому что гласных, используемых в японском языке, вот в таких сочетаниях, всего 5 штук. Это «а», «и», «у», «э», «о». И вы берете, например, ряд «ка», значит это «ка», «ки», «ку», «ке», «ко». Например, ряд «та», «та», «чи», «цу», «те», «то», и так далее. То есть, вы соединяете какую-то согласную с гласной, и таким образом у вас получается японский язык. Поэтому он считается таким мелодичным, потому что практически все слова идут как бы смесь согласная-гласная-согласная-гласная. «Танака», «харада», понимаете, «су-зу-ки», то есть «су-ши». Вот все вот так вот идет. И поэтому, когда поют японцы, все это звучит очень хорошо. И благодаря этому, как слышится, так и пишется, и записать вы можете как. Либо напрямую выбирая этот слог на клавиатуре, потому что клавиатура у нас в японском языке отличается от привычной вам немножко. Дело в том, что одна из раскладок здесь такая же точно английская, как вы и привыкли. А другая раскладка – это уже подписанные слоги азбуки. «Та», «Те», «И», например, «Чи», «То», «Щи», «Ха» и так далее. И вы можете написать, например, тот же самый иероглиф дерева, используя просто клавиатуру и набирая на ней иероглиф «Ки». То есть один раз нажали, и у вас сразу получится «Ки». Либо другим способом можно, из чего состоит слог «Ки». «Ки» и «Ай», правильно? «Ки». Вы прямо берете, переключаетесь в режим на клавиатуре и выбираете «Ки». «Ки» пишете, и у вас получается слово «Ки», что значит по-японски «дерево». Еще раз вот набираем «Ки». Получается хироганой написанной «Ки». Еще раз «Ки» набираем, нажимаем пробел и выбираем все иероглифы, которые читаются как «Ки». Видите, их довольно много. Вот здесь пятым номером у нас идет дерево. Вот и все. Вот так вот записывается на компьютере. Другими словами, хоть японский язык и имеет тысячи иероглифов, он весь построен на азбуке. А азбука строится на слогах, которых всего 46 штук. И вы вполне можете забить их на клавиатуре. «Ка», «Па», «Та», «Си» и прочее. Вот все, что угодно. Если вы хотите записать слово «Танака», просто берете, включаете определенный режим на компьютере в настройках языка. Выбираете слово «Хирогана» и пишете «Та», прям «Та», «На», «Ка». И у вас получается слово «Танака», которое вы в последующем можете преобразовать, либо прям так и написать «Танака», потому что у вас написано это и появится у вас ромаджи, либо в иероглиф «Танака», который значит вот имя. Ничего в этом прям сложного нет. То есть набираете вот так. И мало на самом деле кто из японцев, по моим наблюдениям, может быть я, конечно, путаюсь, использует режим, что на клавиатуре набирает прям целый слог, например, «Ки». Потому что кнопка «Джи» на моей личной клавиатуре, это и есть «Ки». То есть достаточно один раз нажать. Так как азбука слоговая, по сути, вы в два раза меньше будете нажимать клавиатуру, чтобы напечатать японский язык. Потому что одно нажатие сразу у вас будет слог. Вместо двух нажатий, например, «Ки». Но все равно многие печатают именно так, как я вам сейчас показал. Но смысл от этого не меняется. Друзья, таким образом можно записать все, что угодно на японском языке. Вы также можете включить функцию вот здесь вот в настройках преобразовывать слова во время ввода или нет. Вот потому что я, например, введу слово «они». Вот вы знаете все слова «они» — это демон, который очень активно используется в том же самом «Кемецену Яйба», «Клинок рассекающего демона». Пишем «они». И он меня сразу, видите, автоматом перевел в этот иероглиф. Но я могу выбрать «Хирогану», могу здесь же выбрать «Катакану», а могу выбрать «Ромаджи». По-английски будет написано, по сути, «они». И все. И печатайте все, что угодно. Зачастую компьютер запоминает самые популярные, самые используемые ваши слова. И вы вот пишете, печатаете, и у вас все автоматом прям переводится в тот формат, который вам необходим. Например, «Аригато Гозаймас». Вот у вас написано, да? Обычно записывается без иероглифов. Но если нужно, вы можете заменить «Аригато» вот так вот. «Аригато Гозаймас». То есть вот так вот даже можно написать, если вы хотите. Если читайте, как вам угодно. Поэтому, если вы видели в интернете вот такие огромные клавиатуры с кучей-кучей-кучей кнопок, то это все обычно связано с Китаем, потому что в китайском языке нету «Хироганы», «Катаканы». У них вся письменность – это именно иероглифы. Но иероглифы же тоже каким-то образом читаются. И чтобы напечатать слово, напечатать какой-то иероглиф в китайском языке, они делают то же самое, что по сути японцы. Они пишут именно его звучание. И потом выбирают нужный подходящий им иероглиф. Все довольно просто. Поэтому вам не нужны суперогромные клавиатуры, а достаточно вот обычной вот такой небольшой простой клавиатуры, где просто есть английская раскладка. Друзья, если вы уже научились печатать японские слова на компьютере, вот давайте еще раз повторим, то также напишем «ни-хон-го». Это я напечатал вот так «ни-хон-го». То есть просто назабил на клавиатуре «ни-хон-го», выбрав японскую раскладку и выбрал необходимые мне иероглифы. Все просто, согласитесь. Поначалу может казаться, что там что-то замудренное, но нет, все довольно просто. И на телефоне я могу вам сказать, что примерно все то же самое. Вы открываете, например, любое приложение «Заметки», вот как я это сделал у себя на телефоне, выбираете в настройках «японский язык» и также точно на клавиатуре печатаете. Вот, например, слово «суши» мы напечатаем. Я пишу «су-ши». И у меня прям хироганой написано «су-ши». Дальше, что я могу сделать? Я могу открыть список всех слов, которые подходят к слову «суши». По катаканой, например, предлагает он мне сразу же «суши-а», то есть ресторан «суши», какие-то дополнительные слова. Предлагает название «рыб», предлагает мне сам «уксус», даже эмоджи самих «суши» мне предлагает. Но мне необходим первый вот иероглиф «суши». Вот я его выбираю, и все, у меня напечатано «суши». Также «ни-хон-го», с которого мы с вами начали. То есть, кто не знал, вот мы с вами сегодня запомнили новое слово «ни-хон-го», что значит «японский язык». А если просто «ни-хон», то это Япония. Кстати, такой вам факт, что Япония – одна, по-моему, единственная страна в мире, в которой официально признано два названия страны. Это «ни-хон» и «ни-пон». Можно читать и так, и так, но иероглиф одинаковый. Вот, меняем «ни-хон-го», либо печатаем «ни-хон-н». Ой, «ни-хон-н». Вот, «ни-хон», Япония. Все, довольно просто. Но, друзья, ну есть еще один способ набора текста, который пришел к нам еще с мобильных, которые были кнопочные. Знаете, не когда у вас сенсорный экран, а прям кнопочки. Например, телефоны-раскладушки, которые были в Японии в свое время очень популярны. И благодаря им закрепилась такая слава, что японские мобильные телефоны опережают все остальные телефоны, которые есть в мире, там, чуть ли не на 10 лет. Сейчас в Японии все так же пользуются «самсунгами», «айфонами». Но тогда мобильники, японские раскладушки реально были очень крутые. И, смотрите, я опять же открываю заметки и выбираю режим «ни-хонго-кана», называется. И у нас клавиатура с вами представляет что-то вроде клавиатуры, как на мобильных вот этих старых телефонах кнопочных. И если мы напишем «А», то у нас вот так напишется «А». Если я хочу написать «И», то я могу нажать два раза «И». То есть как на клавиатуре вот кнопочной на телефонах. То есть несколько раз нажимаете одну кнопку, чтобы пробраться дальше. «А», «С», «Д» и «Ф». Вот так вот было раньше, помните, да? Но, помимо этого, можно просто зажать кнопку и выбрать, в какое направление вы хотите двигаться. Налево «И» будет направо «Э», вверх «У», вниз «О». Так будет быстрее. Есть люди, которые печатают именно так. Есть люди, которые печатают именно так. И вот, предположим, вы хотите написать какое-то слово. Ну, возьмем слово «хикари», что значит «свет». Вы знаете, что «Хи» относится к ряду «Ха», «Хи», «Ху», «Хе», «Хо». Это просто нужно знать просто азбуку японского языка. Значит, оно в ряде «Ха». Вы либо два раза нажимаете, чтобы получить «Хи», либо зажимаете «Ха» и выбираете здесь налево «Хи». Потом дальше «Ка». Вот у нас уже она здесь есть, потому что «Ка», «Ку», «Ка» идет самое первое, потому что заканчивается на гласную «А». «Ка». Потом «Ри» нужно. Мы знаем, что «Ри» находится в ряде «Ра», «Ри», «Ру», «Ре», «Ро». Логично. Находим здесь у нас на клавиатуре, где же находится «Р». Вот справа внизу. Нажимаем на «Ра» и здесь тоже выбираем «Ри». Либо мы могли два раза нажать. И все, у нас получилось слово «Хи», «Ка», «Ри». Для этого просто нужно знать азбуку. Без нее, как вы видите, сложнее написать. Вот именно таким способом. Но если вы азбуку вообще не знаете и хотите написать то же самое слово «Хикари», то вы опять же перейдете на предыдущий способ, про который я показывал, рассказывал и показывал. Сейчас мы также с вами сделаем. Что мы можем? Раскрыть список и выбрать слова, которые у нас связаны с «Хикари». Он предлагает и по-английски, связанные слова, даже «Шинкансен» предлагает, потому что есть «Шинкансен» «Хикари» под названием «Хикари» — «Свет». Но нас интересует самый первый иероглиф, который значит слово «Хикари». Вот и все, мы напечатали. Но перейдем вот на следующую строчку. Мы можем сделать это предыдущим способом. Опять же заходим сюда в «Ромаджи» и пишем точно так же. Здесь уже не нужно знать, к какому ряду относится какой слог. Просто пишем так же «Хи», «Ка», «Ри». И получается то же самое. И так же можно выбрать иероглиф. Лично я использую вот второй метод, который я сейчас вам показал, где просто на английской клавиатуре выбираю, потому что мне так просто-напросто удобнее. Потому что как на телефоне я так печатаю, так и на компьютере так намного удобнее. И здесь мы то же самое можем написать у вас «Хи», «Ка», «Ри». Вот у нас сразу иероглиф. Слово. Пишем иероглиф «Хикари». Вот иероглиф. И по-английски «Хи», «Ка», «Ромаджи». Вот все это одно и то же. Надеюсь, что это позволяет понять то, как печатают японцы. На самом деле, вот я вам скажу, что изучая японский язык и разбираясь во всей этой системе, понимаешь, что это не так уж сложно. И печатать довольно просто. Писать от руки – вот это вот довольно геморрное, могу вам сказать. И многие японцы не могут нормально написать от руки, потому что обычно не пишут. И сейчас, даже если они приходят в какой-то там муниципалитет, либо правительственное здание, и их просят что-то заполнить от руки, они будут смотреть в телефон и перерисовывать, перепечатывать. По сути, смотря на иероглиф, писать то же самое от руки, потому что, ну, уже отвыкли писать. Так же делаю и я, и другие иностранцы, и это стало нормой. Но печатать просто. Про письменный японский язык я вам еще как-нибудь расскажу, потому что есть особые правила, как он записывается, есть упрощение иероглифов для записи их от руки, когда вы хотите писать все это очень быстро. Если вам интересна будет эта тема, и вы захотите об этом послушать, то обязательно напишите мне. Ну что ж, друзья, надеюсь, что видео действительно было интересным и, возможно, в какой-то мере полезным. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подпишитесь. И до встречи в следующих видео. До свидания. Пока.